Добрый день, мои уважаемые подписчики и гости канала. Друзья, сегодня у нас 20 апреля. Мы стоим на огороде. Вот у меня здесь натянута веревка, как видите, коушки забиты. Две веревки натянуты. Друзья, сегодня я хочу посадить лук. Вот по веревкам я выкопаю сейчас две канавы. В этих канавах я буду сажать лук, тот, что выращен из семян у меня. А дальше я расскажу, что я буду делать. Но прежде чем садить лук, конечно, надо выкопать канавы. Вот я по вот этим веревочкам сейчас выкопаю две канавы. А потом покажу, что я буду делать дальше. Друзья, я вскопала канавы. Теперь в эти канавы я насыплю песка. Для чего я это делаю? Земля у нас очень тяжелая. Она сытая у нас, но она очень тяжелая. И когда пройдут дожди, киличонок леглая такая становится сверху, как каменюка. Хотя много в ней всяких удобрений и все, но надо эту землю немножко добавить песку. Я сейчас насыплю песка. Прямо хорошо насыплю. По три ведра, наверное, в каждую, если не по четыре. Потом добавлю сюда золы, добавлю сюда навоза, сыпца. Все это хорошо перемешаю и покажу, что буду делать дальше. Так, друзья. Короче говоря, посыпала я песком. Получилось у меня по два с половиной ведра песка здесь. Теперь по ведру навоза, вернее перегноя сыпца на каждую грядочку и по четыре горсти моей золы. Сейчас это я все-все-все хорошо перемешаю и потом покажу дальше. Друзья, я все сделала. Насыпала песка, два с половиной ведра, насыпала золы, четыре горсти на каждую. Насыпала навоза, сыпца, скажем так, перегноя, по ведерку на каждую лунку, на каждую грядочку. Мало того, более того, скажем так, я еще, как видите, вот окантовала эти грядочки. У меня была полоса. Правда, было пять всего полосочек таких волнистых. Вот. Ну, я нашла еще, у меня были другие полоски железные. И я вот таким образом окантовала грядочки. Получилось у меня, значит, два с половиной метра на сорок сантиметров шириной каждая грядка. Итак, друзья, что я буду делать дальше? Сейчас я хорошо-хорошо пролью все это водичкой. Так. И начну сажать лук. Ну, чтобы не задерживать время, я сейчас пролью хорошо и потом покажу дальше. Итак, друзья, я полила грядочку. Налила грядочки. На каждую грядочку вылила три ведра. Три лейки, скажем так. Друзья, вот принесла я уже рассаду. Друзья, я принесла рассаду лука. Значит, что хочу сказать. Так. Вот это у меня лук из моих семян. Так. Белый, длинный. Вот я их посажу в одной грядке. Так. Это лук красный из моих семян. Я посажу в той грядке. Я пойду. У меня там еще есть лук. Эксибишин. В другой. Принесу сейчас. Так, друзья. Вот еще у меня лук репчатый. Эксибишин. Я принесла ведро с водой. Ведерочко, скажем так. Я сейчас его весь. Вот таким образом. Вот так. В водичку кину. Пускаем. Водички. Немножко поплавает. Водички оказалось многовато, конечно. Не видно лука даже. Так. Сегодня у нас тепло, друзья, на улице. Ну вот. Собственно говоря. И все. Сейчас я выгляжу сюда же. И все. Еще сейчас пойду принесу. Друзья. Итак, я лучок промыла. Вот, посмотрите, что получается. Видите? Вот такое дело. Я сейчас немножко обрежу ему. Чуть-чуть корешочки. Чтобы было удобнее его сажать. Вот упустила один лучок. Надо сказать, лучочек, конечно, очень слабенький этот у меня. Не знаю, то ли земля такая, то ли... Ну, он немножко. Я его сеяла уже в конце марта. Поэтому. Так. Вот так, друзья. Обрежу чуть-чуть. Так. Перья обрезать не буду. Там обрезать нечего. А вот этот другой лук я кинула. Свой белый длинный. Сюда. Теперь, друзья, я буду сажать. Вот. У меня есть вот такая штучка. Вот. Я буду делать вот такие отверстия. И буду сажать в шахматном порядке. Не знаю, видно, не видно. Ну, думаю, хорошо видно. Я буду, друзья, сажать в шахматном порядке. Лучок. Вот делаю вот такие. Вот такие. Палочкой вот такой отверстия. Вот. Ну, я думаю, глубокий сильно делать нельзя. Почему? Потому что... Рук маленький. Он просто провалится. Вот по одному буду сажать. Вот таким образом. Прилепила. Сделала. Я сейчас ближе поднесу, наверное, чтобы было видно. Так плохо видно. Ну, думаю, вот так вам будет видно, как я сажаю. Значит, я беру одну луковичку. Вот таким образом. Опускаю ее вниз корешочками. Туда. И как бы прилепливаю. Вот так. Раз. И сделала. Опять. Сделала эти луночки. Опять сюда же. Вниз опустила. Прилепила. Задавила. И так, друзья, до самого конца. Как посажу, я вам покажу, что получилось. Друзья. И так я посадила лучок. Вот посмотрите, что получилось. Я его полила. Хорошо уже после посадки. Ведро. Ну, леечку вылила. Ну, может быть, еще бы надо. Почему потом? Ну, глянь. Тень падает. Еще бы, может быть, надо. Не знаю. Ну, сейчас немножко еще тогда полью. Чтобы прям залить хорошо. Мне пришлось все-таки обрезать. Перышки. Потому что, ну, не поднимется, мне кажется. Так сильно уж длинные перышки. Перерос он. У него густо было сильно. И вот тоненькие перышки такие. Ну, вот такое дело получилось, друзья. Однако, хочу сказать, это еще не все. Давайте так немножко сдали, посмотрим, что получилось у меня. Вот такая грядочка с луком. Так, вот здесь у меня еще местечко есть, вот здесь. Вот пустое. Я хочу скопать сейчас хорошенько. И высадить, друзья, фенхель. Фенхель уже большой, как видите. Да? И уже у него прям начинают даже головочки образовываться. Я сейчас выкопаю. Там еще и лучок какой-то есть. Ну, наверное, парей, скорее всего. Я сейчас высажу, сделаю грядочку и высажу. И покажу, что у меня получится из этого. Уж заодно, как говорится. А еще вот этот лучок остался. Но я буду теперь искать завтра местечко, где его посадить. Наверное, посажу наверху, скопаю грядочку. И посею там морковочку вместе с ним. Друзья, хочу сказать, что я не пытаюсь вырастить лук до килограмма. Мне это не нужно. Мне нужен просто хороший, среднего размера лук от 150 до 200 грамм. Это самый мой любимый лук. Мне он нравится такой. Еще вот хочу, друзья, вам показать, когда я сажала чеснок, кто смотрел мои видео. Вот обратите внимание, после того, как я его посадила весной, посмотрите, какой он сейчас. Ой, вот это же солнышко прямо в этот. Вот посмотрите, он весь поднялся. Да? Весь совершенно. Обратите внимание, весь стоит чесночок. И вот он будет расти замечательно. Единственное, что нужно сделать, взять ему обрезать перышки, наверное, так же, как и луку, наполовину. Вот, и пускай растет. Ну что ж, друзья, я сейчас посажу фенхель и покажу, что у меня из этого получится. Ну, вот так вот, если издалека посмотреть, вот такие две получились грядочки. Скажем так. Вот сейчас я фенхель посажу и вам покажу. Друзья, я хочу вам вот что сказать. Вот посмотрите, какие у фенхеля корни. В отличие от лука, обрывать корни у фенхеля не нужно. Посмотрите, видите, какие корни у него. Почему? Потому что фенхель – это многолетнее растение. И он весной выходит вновь и вновь отрастает. Ну, если вы, конечно, не вздумаете срезать такие вот качанчики, то все равно от корня будет идти новый побег. И он опять будет расти и плодоносить. Поэтому не рекомендуется обрезать корешочки у фенхеля. Поэтому я сажаю фенхель глубоко, делаю на всю глубину вот этого штырька. Как видите, на всю глубинку штырька. Делаю отверстие и сажаю туда фенхель. Я вам сейчас покажу, как я это делаю. Вот посмотрите, он очень хорошо заходит вниз. Посмотрите, вот туда корень. Опускаю. И до самого конца раз. И только череночек, который возле корня, оставляю в этот. Ну, вот этот маленький совсем. Ничего страшного. Вот так. Вот, как видите, фенхель – это очень хорошее, благодарное растение. Оно будет расти у вас много лет. Я очень люблю фенхель. Многие не знают, что такое фенхель. Я объясню. Фенхель – это зеленая культура, наподобие укропа. Только у него более нежный вкус. Такой сладкий. Его можно просто кушать. Он сладкий очень. На вкус сладкий. Не так, как укроп. Ну, вот, друзья, я посажу, потом все покажу. Ну, вот, друзья, я посадила фенхель по краю. Посадила лук порей. Там было несколько штук, наверное, штук, может быть, 10. Вот. Были даже маленькие такие и большие. Ну, и вот так вот у меня получается вид, скажем так, сбоку. Вот сейчас я покажу, как у меня общий вид. Вот таким образом, друзья. А на сегодня, мои хорошие, я свое видео заканчиваю. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. Если вас заинтересовало что-то. И следите за тем, как развивается лучок. Оставшийся лучок я посажу наверху. Там же я посею морковь. Буду сеять свеклу. Если вам интересно, заходите на канал. Я вам покажу, как я сею морковь. Я сею немножко по-другому, не так, как все сеют. Ну, об этом в следующем видео. На этом, друзья, до свидания. Всего вам доброго. Удачи на даче. Удачных сходов. Удачных посевов. Прекрасного урожая. С вами была Валентина. Канал Сад и Огород.